Депрессия Анастасис после расставания с Лёшей. Даня Милохин хочет забрать Юлю из хайпхауса в Дрим Тим. Егор Крит боится заводить новые отношения из-за истории с Валей Карнавал. И как Аня Покров спасла Маху от панических атак. Всем привет! Это канал ЛогБлогер, и сейчас я расскажу самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Ну реально, подпишитесь, если вы этого ещё не сделали. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и обязательно досмотри это видео до конца. Погнали! На телеканале ТНТ состоялась премьера экстрим-шоу «Звёзды в Африке», который снимался ещё летом в Занзибаре. От тиктокерского сообщества там тоже есть представитель в лице Юли Гаврилиной. Про шпульку часто слышат фразы, что она очень капризная, отказывается делать какие-то вещи и может слиться в любой момент. Но в рамках проекта её наоборот хвалили за полную отдачу. «Это так круто, видеть, как человек в ущерб себе ради команды жертвует тем, что ей не нравится. Она говорит, я это не могу, я это ненавижу, но ради команды сделаю. Меня это до глубины души тронуло», рассказал ведущий Михаил Галусян. Не скупилась на похвалу и другая участница певица Айза. Очень хорошая девочка, мудрая, серьёзная и очень дисциплинированная не по годам. Но на фоне всего этого уже в первой серии во время разговоров у костра Стас Ярушин начал критиковать всех тиктокеров. «В тиктоке не надо думать, там абсолютно нет творчества», заявил он. На что Юля вступила за всех коллег, сказав, что она сидит в соцсети каждый день и считает это частью жизни многих. Там всё максимально просто и многие снимают не ради денег, а просто потому, что им нравится делать контент и это становится частью хобби. Высказал в защиту всех тиктокеров и Диана Астер. Девушке надоело, что постоянно цепляют именно их, особенно в музыке. Начинает с массовой нагрузки треков и до того, сами ли они вообще пишут песни. Мне обидно. Некоторые говорят, что у тиктокеров не музыка, так как они не сами себе пишут текст музыку. А вы знаете, что 90% чарта написано не теми, кто поёт? Зайдите в iTunes, откройте свою любимую песню у русского исполнителя, откройте текст и пролистайте вниз. Ой, а там авторы песни будут указаны. Ди в этом абсолютно права, так как даже такую мировую звезду, как Джастина Бибера, в начале карьеры много критиковали. Ведь почти все его песни написаны также другими людьми. У Махи Горячевой случилась вторая паническая атака, которая заставила её начать прощаться с жизнью. Но всё обошлось, так как рядом была больница, где состояние привели в порядок. Чаще всего такое случается из-за переутомления. И чтобы это не повторилось, они с Аней Покров решили улететь отдохнуть в Турцию. Девочки пригласили своих родных, с ними поехали Коля, брат и мама Махи, а также отец Нютика. В такой компании они уже успели покупаться, съездить в местный парк аттракционов с большим количеством страшных горок. Ну и вечером потанцевать на детской дискотеке под Мию Бойку. Их небольшой спонтанный отпуск продлится два дня, а после они вернутся обратно в Москву. Остальные же участники Дрим Тима продолжают участвовать во множестве съёмок. Вчера Даня, Диана и Лиана стали гостями шоу «Басты. Вопрос ребром». О чём они рассказали сами, сняв несколько роликов из гримерки с самим рэпером и его соведущим Киевстонером. Ди, кстати, успела сильно заболеть, на съёмке она поехала с температурой и сильно режущим горлом. Заразился тиктокерша Хома, у Алины аналогичные симптомы, но это точно не корона. С температурой и в обнимку с Чипапи весь день провалялся и бабич. Похоже, что среди ребят начал гулять какой-то вирус. Артур же, несмотря на состояние, успел поделиться кусочком нового трека. И по отзывам на сниппет, большинство считают, это одно из лучших его песен. Анастасия с последние дни видели достаточно весёлой и жизнерадостной, она даже начала активно вести тикток и набирать там внушительные просмотры. Но всё это оказалось лишь бегством от депрессивного состояния. Хочу верить в то, что скоро всё будет хорошо, и я вернусь, чтобы продолжить дарить вам улыбки. А после добавил, что внутри у неё сейчас много гнева и ненависти. Зрители начали подозревать, что всё это реакция на новые отношения бывшего Насти Лёша Внемова. Удалось выяснить, что его девушкой стала тиктокерша Настя Вишневская, что можно спокойно определить, сравнив их одежду из историй. Её сейчас атакуют вопросами про всё это, на что она написала, что может быть и хотела бы всем открыться. Но её попросту попросили этого не делать. Предположу, что Лёша ожидал, как отреагирует Анастасис и попытался всё скрыть, но по итогу она всё равно узнала. Вышел новый рейтинг тиктокеров, которые получили наибольший актив за третий месяц лета. Первую строчку уверенно занял общий аккаунт YOLOHOUSE. Ребята сейчас намеренно работают над попаданием в глобальные рекомендации. Второе место заняла Валя Карнавал, стабильно набирающая миллионы просмотров. А за ней тройку замыкает Даша Дошик, что тоже неудивительно. Ей совсем немного уступили Ани Покров, Инстасамка и Юля Гаврилина. А вот так выглядит полный топ-10. Шпулька, кстати, успела пробить в своём профиле сразу две цифры. Она набрала уже 14 миллионов подписчиков и почти одновременно с этим получила свой миллиардный лайк под всеми видосами. Рахим помимо музыкальной карьеры начал активную работу над собственным брендом одежды «Мистер Рахим». Вчера прошла презентация его первой капсульной коллекции, которая выполнена в цветах любимого «Чёрного ворона». Парня пришли поддержать друзья и коллеги, чтобы присмотреть что-то и себе. На тузу приехал и рэпер Сода Лав, и там они раскрыли, что выпустят в ближайшее время совместную песню. Неожиданный уход половины участников «Хайп Хауса» стал шоком для многих. Официальные причины, что им просто захотелось сольных карьер, показались подписчикам странными, особенно после различных заявлений со стороны Демаса Блога. Плюс-минус правду про ситуацию знает и Даня Милохин, что у него попытались выяснить журналисты. Но он лишь сказал, что для него виноваты обе стороны, а также хотел забрать всех оставшихся участников, в том числе и Юлю, в «Дрим Тим». Как ты думаешь, почему «Хайп Хаус» начал распадаться? Вот чисто твое мнение. Осталось пять человек. Я думаю, есть вина в этом и за Ира, и чуваков, которые ушли. Вы не хотите ребят к себе взять, те, которые остались? Очень хотим, но... Тема расставаний с Валей карнавал преследует Егора Крида чуть ли не везде, где только можно. Весь чат его стрима был вновь забит бандиткой, после чего он решил порассуждать на тему любви. Вот вы встречаетесь с человеком, спите в одной кровати, говорите ему «люблю», а потом расстаётесь. Проходит время, и вы как будто чужие люди, всё забывается. Каждый раз удивляюсь и этому, рассказал Егор. Ну и добавил, что боится сейчас отношений после своего последнего разрыва. Я не могу понять, как это работает. То есть, любви нет, получается, тогда? Я очень боюсь отношений после... Блядь. Это называется тайминг, блядь. Ярослав Андреев, получая недавно награду «Продюсер года» по версии журнала GQ, произнес очень умную вещь. По его мнению, у каждого ребёнка есть свой продюсер, и это его родители. Всё то, что они вкладывают в его голову, какой подают пример, выливается в итоге в нового человека, который совершает те или иные поступки. И тут совершенно не виноваты Моргенштерн, тиктокеры и любые другие кумиры молодёжи. Самый главный продюсер в жизни вас, и особенно в жизни молодёжи, это родители. Не режьте интересы детей, не бейте их, не ругайте, поддерживайте их во всём, дайте им раскрыться. Это их жизнь, сделайте их жизнь счастливой, не делайте жизнь себе, делайте им. Спасибо вам огромное. Тут вот есть ещё парочка роликов с новостями, которые вы, возможно, не успели посмотреть. Но советую перейти на них, они тоже очень крутые. А на этом всё, увидимся уже совсем скоро.